Еще вчера было место для прогулок с детьми и парковки автомобилей. Сегодня все это за деревянным ограждением. Стройка во дворе дома номер 22 вывела всех жильцов из равновесия. Собрание проводят чуть ли не каждый день. Уверены, строительство магазина угрожает их безопасности. Вплотную к участку поставлены газовые системы. Народ весь волнуется. Но у большинства дети здесь, значит, раз. Во-вторых, значит, транспорт ставит хозяева свои здесь. Теперь, значит, вот немножко возьми спичку, брось. Раз здесь газ, сегодня выпили, завтра выпили и взорвали наши эти все домики. Все и вылетим. Третий раз будем отстаивать этот участок, признаются жильцы. Сначала предприниматели хотели сделать платную автостоянку, теперь магазин, в котором нет необходимости, считают курганцы. Торговых точек поблизости предостаточно. Еще опасаются наплыва машин. Рядом проезжая часть, а пешеходная дорожка не предусмотрена. Шутят, если будет магазин, придется светофор заказывать. У нас ведь уменьшается площадь детская. Если дети могли вот еще на этой территории играть, то теперь они уже не в состоянии этого делать, по той причине, как это будет загорожено и наша территория. Теперь у нас, значит, нет шагового доступа в поликлинику, нет шагового доступа в детский сад, вот этот, в школу. В департаменте городского хозяйства нам пояснили, участок предоставлен в собственность на законных основаниях. Разрешение на строительство магазина промтоваров выдано 1 апреля 2010 года. Согласно проектной документации, существующие подъездные пути также сохраняются. Однако жильцы 22-го дома не намерены отступать и собирают подписи в прокуратуру, надеясь отстоять участок в своем дворе. Михаил Алимов, Кристина Волковинская, Александр Менщиков, Андрей Бахарев, телекомпания «Регион-45».